После проигрыша в последнем матче против ангарского «Ермага» зауральской дружине необходимо было брать три очка, чтобы уверенно закрепиться в зоне плей-офф. На матч с казахстанской командой зауралья вышла с новым капитаном Кириллом Старцевым. Защитник Алексей Чечен, который был до этого капитаном, перед матчем с «Ермаком» сломал правую ключицу и выбыл на неопределенный срок. Первый период зауральцы начали уверенно, и уже на третьей минуте матча новый капитан организовал первый гол ворота гостей. После пропущенной шайбы торпедовцы не сдались, и спустя две минуты после несильного броска Леонида Метальникова сравняли счет. Но курганская дружина не собиралась останавливаться на достигнутом, и за несколько минут до конца первого периода вновь вышла вперед. Ко второй 20-ти минутке расклад сил не изменился. Игроки зауралья продолжали атаковать ворота Белова, и под занавес второго игрового отрезка уже Кирилл Елагин после сильнейшего броска от синей линии увеличил разрыв в счете 3-1. Преимущества могло быть и больше, но гол Ильи Карлина судья не засчитал. По его мнению, шайба была заброшена рукой. В начале заключительной трети матча круганцы отличились в четвертый раз. Дмитрий Патайчук, создав обманный объезд ворот, практически лежа отправил шайбу в сетку соперника. Через несколько минут Кирилл Старцев оформил дубль. Каучуковый диск после его броска прошел прямо под вратарем. Оборона гостей была полностью раздавлена, и главный тренер торпедовцев принял решение сменить голкипера Алексея Белова. Счет матча уже устраивал и болельщиков, и команду, но гости решили попортить статистику Глеба Евдокимова. Всего за 5 минут соперникам удалось отыграть две шайбы, после чего главный тренер Заурали Сергей Душкин взял тайм-аут, таким образом решив подубавить пыл соперника. Последние 5 минут встречи игроки торпеда провели в меньшинстве. За грубый фолк против Евгения Шакурова был наказан Артем Токарев. Однако оборона гостей смогла выстоять постоянные атаки зауральцев и довести матч до логического заключения. В итоге Заурали одержала важную победу над сильным соперником со счетом 5-3, что позволило курганцам уверенно закрепиться в зоне плей-офф. Следующую игру подопечный Сергей Душкина проведут 11 декабря, где их соперником станет Красноярский Сокол. Александр Мироненко, Александр Менчиков, Кирилл Филимонов. Информационное агентство Круган.ру